Итак, мы с вами поговорили о том, что Писание дает нам достаточно много простора в ветхозаветном учении о единобожии для новозаветной проповеди триединства. То есть, все те вещи, о которых мы с вами говорили, на самом деле не являются доказательствами того, что Бог триедин. Но тем не менее, когда мы с вами... И на самом деле человек, который не знает о триединстве, он читает ветхий завет, скорее всего, это будет пытаться объяснить как-то иначе и просто не поймет смысл того, о чем мы только что говорили. Но вот когда мы с вами верим в триединство, когда мы читаем новый завет, тогда оказывается, что все вот эти сложные места ветхого завета совершенно замечательно находят объяснение в учении о триединстве. То есть, учение о троичности Бога, оно совершенно замечательно, как нож в масло входит в контекст Ветхого Завета. То есть никакого противоречия между монотеизмом иудеев Ветхого Завета и верой в Троицу христиан после Воскресения и в Новом Завете на самом деле нет. Давайте поговорим с вами немножко о следующем моменте, который называется «Отец есть Бог». На самом деле и здесь особенным долго говорить не имеет смысла, потому что все ереси, с которыми вам придется столкнуться, они все верят, что Отец есть Бог. На самом деле это обычно принимается без каких-либо споров о мнении. Любая симфония даст вам целый список стихов, которые называют «Отца Богом». Ну, в частности, просто для примера Евангелия Туана, 5 глава, 18 стих, где Господь называет Богом своего отца и еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. То есть не подлежит сомнению тот факт, что Писание называет отца Христа Богом-отцом. И поэтому мы с вами не будем здесь больше задерживаться и перейдем сразу к более интересной, более сложной теме, которая называется «Сын есть Бог». Давайте с вами сначала посмотрим, что свидетели Иегова говорят нам по этому поводу. Они говорят, что Евангелие Туана обращает наше внимание на то, что до того, как стать человеком, Иисус был словом, то есть говорил от имени Бога. Поскольку Иегова не имел начала, то выражение начала, указывающее на время, с которого слово было с Богом, должно относиться к тому моменту, когда Бог приступил к творению. Иисус рожден прежде всякой твари, а значит он существовал до появления других духовных созданий физического мира. По некоторым оценкам ученых, Вселенная существует не меньше 12 миллиардов лет. Если эти подсчеты сколько-нибудь верны, то до сотворения Адама, первородный сын Бога, тесно общался со своим отцом неисчислимое множество столетий и тысячелетий. Бесчисленные века близкого общения с источником любви, безусловно, оказали на Божьего Сына мощное воздействие. Этот сын, как никто другой, знал, какие мысли, чувства и поступки свойственны его отцу, и, как никто другой, отражал его личность. А в 29 году н.э. наступила пора приступить к данному Богу поручению. Осенью того года Иисус крестился в воде и был зачат, как духовный сын Бога. Вот это вот буквально в двух словах то учение, которое проповедуют святели Иеговы. То есть было некое духовное творение, архангел Михаил, которое настолько долго жило вместе со своим творцом и отцом, что впитало в себя какие-то его качества. То есть внешне было очень похоже, как собака остается похожа на своего хозяина. И, соответственно, когда мы смотрим на Христа, мы видим какое-то отражение определенных качеств Бога. Но Богом он, естественно, не был. Хотя и был высшим и лучшим творением, которое только Бог когда-либо создал. И в 29 году, когда Христос уже был взрослым человеком, когда он приступил к своему служению, крестился от Рона Крестителя и стал духовным сыном Бога. То есть с этого момента как раз начинается история его особых отношений с Богом, которые продлились ровно три года. Потом его убили, и он вернулся в состояние архангела Михаила прежнего. Давайте мы с вами рассмотрим несколько возражений, которые святели Иеговы выдвигают против божественности Христа. Потом посмотрим на некоторые моменты, которые доказывают, что Христос Богом на самом деле был. На чем святели Иеговы основывают свое нежелание считать, что Христос был Богом? Первое возражение, которое они предлагают, это то, что Христос был не творцом, а творением. Бог не имеет начала, а Христос по их учению был сотворен. В силу того, что учение святели Иеговы очень сильно догматизировано, то есть им не разрешается думать самостоятельно, то во всех книжках святели Иеговы всегда приводятся одни и те же три стиха, на которые они опираются. И любой святели Иеговы, с которым вы будете говорить, он тоже будет ссылаться на одни и те же три стиха в подтверждение своей точки зрения. Поэтому вы заранее можете быть готовы к разговору на эту тему. Это стихи Колоссянам 1.15, Откровения 3.14 и притчи 8 глава 22.31 стих. Давайте мы с вами посмотрим на эти отрывки по очереди. Первый отрывок это Колоссянам 1 глава 15 стих. Здесь синодальный перевод служит нам не очень хорошую службу. Дело в том, что в этом переводе, который мы обычно используем, Христос назван рожденным прежде всякой твари. То есть тем самым предполагается, что было некое начало в его существовании. На самом деле это не совсем корректный, а можно даже сказать неправильный перевод оригинального греческого текста. Дело в том, что в греческом тексте этого стиха использовано слово прототокос. Про-то-то-кос. Это слово, состоящее из двух частей. Протос и токос. То есть первый и рожденный. Или в дословном переводе первородный. Первородный. В переводе свеятели и губы самих перевод Нового мира на русском языке используется слово первенец. Первенец. И поэтому свеятели и губы хорошо знают, что на самом деле в греческом тексте использовано слово прототокос. Первенец или первородный. Давайте поговорим с вами немножко о том, что означает слово первородный. Значит, на самом деле очень важно иметь в виду, что слово первородный это юридический термин, который обозначает право наследования. Первородный это человек, который является наследником или главным наследником своего отца. В обычной ситуации это должен был быть человек, который родился первым. Первый сын или старший сын своего отца. Однако иногда, время от времени, право первородства переходило от одного сына к другому. И мы находим в Библии несколько подтверждений того, что это было так. Самый известный отрывок это книга Бытия, 25 глава, с 30 по 34 стих. И сказал Исааф Иакову, дай мне поесть красного-красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвище Едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исааф сказал, вот я умираю, что мне в этом первородство? Иаков сказал, поклянись мне теперь же, он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исааф первородству. Если первородство обозначает физический период, физический порядок рождения, то то, что происходит в этих стихах, физически невозможно. Нельзя обратно залезть маме в утробу и родиться в другом порядке. Невозможно. И поэтому, когда мы говорим о передаче первородства, мы говорим о передаче юридического правонаследования. То есть, кто будет наследником в доме своего отца. Абсолютно то же самое мы видим в 49 главе книги Бытие. Бытие 49.1.8. В этой главе мы видим, как Иаков собирает своих детей и дает им благословение. И призвал Иаков сыновей своих и сказал, Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сына Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства, верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать. Ибо ты взошел на ложе отца моего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, меч их. В советах да не внедет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилательца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове, рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Кто получает право первоначивания? Четвертый по счету сын Иаков. Рувим, Симеон и Левий его лишаются, и первородным становится Иуда. И поэтому именно из этого колена потом, в конце концов, происходит мессия, как мы с вами знаем. Именно он становится избранным коленом. Книга Иеремии, 31 глава, 9 стих. Господь говорит, я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. И казалось бы, все совершенно просто и замечательно, если бы не один очень простой факт. В книге Бытия, 41 главе, 61-62 стих, мы читаем, что первым сыном Иосифа был не Ефрем, а Монассия. То есть, по прошествии нескольких столетий и поколений, первородным сыном Иосифа оказывается уже не Монассия, а Ефрем. Первородство опять перешло от одного сына к другому, от младшего к старшему. Таким образом, юридическое содержание первородства, как наследника в доме, никогда не было связано с порядком рождения. Более того, понятие первородства вообще никогда не было связано даже с фактом рождения. Потому что наследником мог стать человек усыновленный, который никогда от этого отца не рождался, который никогда в этой семье не появлялся на свет. Особенно интересно в этом отношении от Псалом 88, стихи 27-28. Господь говорит, Давид будет звать меня, ты отец мой, бог мой и твердыня спасения моего, и я сделаю его первенцем. В переводе септуагенты, греческий текст Ветхого Завета, это слово прототокон. Сделаю его первородным, первенцем, превыше царей земных. В этом отрывке небесный царь, бог усыновляет Давида и делает его своим первенцем. То есть, даже факт рождения в семье тоже не является определяющим, факт кровного родства не является определяющим при наследовании. И именно поэтому в одном из самых фундаментальных трудов по исследованию богословия Нового Завета мы читаем такое пояснение к слову первородный. Идея даже иносказательного рождения или зачатия в подобных отрывках уже не является очевидной составляющей понятия прототокос. Она нигде не высказывается, а в псалме 88-28 более того исключается глаголом «тесамай», который подразумевает скорее усыновление. То есть, слово прототокос обозначает тот, кто наиболее благословен, тот, кто имеет наибольшее преимущество, тот, кто имеет наибольшую власть, наибольшие почести, наибольшую славу. И когда мы говорим о том, что Христос является прототокос в послании к Колоссянам, 1 глава 15 стих, прототокос среди всякой твари, речь идет о том, что ему принадлежит всякая власть, всякое наследство, всякое благословение. То есть, он тот, кто является наследником и продолжателем власти Бога среди всего творения. Это идея старшинства. И, как опять же пишет этот замечательный богословский словарь Нового Завета, Описание Христа как прототокос пасос к Тисиос в Колоссянам 1.15 очевидно находит более точное подтверждение объяснения в пояснительном предложении, которое начинается дальше. При сотворении мира Христос выполнял роль посредника и все твари без исключения обязаны ему своим творением. Следовательно, эта фраза, которую мы видим в 15 стихе, обозначает не просто первенство Господа по времени. Если эта фраза указывает на то, что творение было создано через посредство Христа, она не может одновременно означать, что он был создан как первое творение. Решающее возражение против подобной точки зрения, который рассматривает фразу «все творение» пасос к Тисиос как родительный партитивный падеж, заключается в том, что логическое ударение в таком случае падало бы на токос, в то время как ни разу заключением Луки 2.7, где речь идет о буквальном рождении, в новозаветных отрывках относящихся ко Христу логическое ударение на токос не делается. Особенно в Колоссянам 1.18. И, соответственно, единственная остающаяся возможность – это столковать про тотокос в иерархическом смысле. Речь идет об уникальном главенстве Христа как посредника притворения над всеми тварями. И следующее далее утверждение в стихе 1.17 подчеркивает это же главенство, а вывод у второй стихи части стиха 1.17 опирается на стих 1.16. Достаточно сложный такой текст, но основная его идея как раз в этом, что других вариантов объяснения слова про тотокос не существует, они не выдерживают критики. Христос является про тотокос именно как посредник в деле творения, как тот, кто представляет Бога среди стварного мира, как тот, кто пришел сюда как наследник во всем Доме Божьем, как старший, как главный. Дело в том, что если мы даже допустим на минуту, что фраза вот эта, которая используется в нашем переводе «рожденный прежде всякой твари» имеет какой-то смысл, это все равно не доказывает, что свидетели Иеговы правы. Потому что рождение и творение – это совершенно разные вещи. Если Христос был рожден, это не значит, что он был сотворен. Если бы Писание хотело назвать Христа первым творением, использована была бы фраза не прото-токос, а прото-ктистос, то есть перво-сотворенный. Но этой фразы в Писании нет. Понимаете, да, что я имею в виду? Рождение и творение – это разные вещи. И использовать Колоссянам 1.15 в доказательстве того, что Христос был творением, просто нет никаких оснований. Откровение, 3 глава, 14 стих. В этом отрывке Христос назван очень интересной фразой «начало творения Божьего». Слово «начало» здесь «архе» с определенным артиклем, получается «хеархе», то есть то самое единственное начало Божьего творения. Свидетели Иеговы толкует это слово в значение «первый в ряду» или «тот, с кого началось». То есть начало, как тот, кто был первым в ряду Божьего творения. Первое из Божьих творений. Однако у этого слова есть еще одно очень распространенное значение, которое называется, которое звучит так – источник, начальник или тот, кто начал. То есть начало не как тот, с кого началось, а начало как тот, и с кого происходит. Но давайте проведем с вами один любопытный эксперимент. Вы все знаете, что в нашем русском языке есть множество слов, унаследованных из греческого языка, которые начинаются с приставки «архе». Попробуйте вспомнить какие-нибудь из них. Архимандрит – это старший мандрит. Архиепископ – это старший епископ. Архиважный, то есть самый важный. Архивариус – это скорее слово «архив», то есть нечто древнее такое, старое. Самый древний. Самый древний, да. Архитектор – это старший тектор, то есть старший строитель. Во всех этих приставках отражена одна и та же мысль. Это не идея первой в ряду, это идея старшинства. Так вот, когда мы говорим о Христе, который является архи, это не Христос как первое творение, это Христос как начальник всего творения, источник всего творения, тот, из которого все это произошло. Интересно, что сами святители Иеговы хорошо знают, что у этого слова есть такое значение. В Евангелии от Луки 20, глава 20 стих, Луки 20-20, использовано то же самое греческое выражение «хеархе», только в совершенно другом контексте. И здесь перевод нового мира передает его словом «правительство». Удивительная вещь. Опять же, помните, мы говорили с вами про ящички? Когда необходимо, святители Иеговы переводят слово «хеархе» как «тот, с кого началось», а когда это необходимо, они переводят это словами «начальник» или «правительство». Абсолютно та же самая вещь есть и в других стихах Писания, можете себе записать. Евангелие от Луки 12-11, Ефесянам 1-21, Ефесянам 6-12 и Титу 3-1. И еще другие места, которые можно найти при помощи симфонии или какой-нибудь поисковой справочной машинки по Библии. То есть, на самом деле, святители Иеговы хорошо понимают, что есть другое значение, которое в Писании гораздо более распространено у этого слова, но тем не менее, они все равно настаивают, что в Откровении 3-14 значение должно быть другое. Мы с вами на основании того, что говорит Писание, понимаем, что Христос не был творением, он был творцом. Почему? Потому что тот же самый апостол Иоанн пишет, что все через него начало быть и без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, все, что когда-либо появилось на свет, все появилось на свет через Христа. Он был начальником творения, а не первым в этом ряду. И поэтому, на самом деле, для нас никаких сомнений здесь быть не может. Но даже если мы на минуту допустим, что этот текст двусмыслен, и у этого слова есть несколько возможных вариантов значения, даже в этом случае святители Иеговы не могут с уверенностью строить свое учение на этом стихе. Потому что он, по крайней мере, имеет два значения, два истолкования, одно из которых совершенно противоположно тому, о чем они говорят. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Ну и посмотрим на последний отрывок, который святители Иеговы используют для доказательства того, что Христос Богом не является, что Он является творением. Притча, 8 глава, с 22 по 31 стих. Они говорят об этом следующим образом. Олицетворенная мудрость представляет Божьего Сына Иисуса Христа в до-человеческом существовании. Да, первородный Сын Иеговы трудился рядом с Отцом, непревзойденным Создателем неба и земли. Когда Иегова Бог создавал первого человека, его Сын участвовал в этом как искусный помощник. Они говорят, что мудрость, о которой идет речь в этом тексте, это сам Иисус Христос. И поскольку в этом тексте сказано «Я родилась прежде, нежели появилась гора», они говорят, что Христос имел начало, когда-то Он появился на свет. Что нам с вами делать по этому поводу? Для того, чтобы правильно понять смысл того отрывка, на который ссылаются в Сын Иеговы, для этого очень важно помнить, что этот отрывок не стоит в Писании сам по себе. Этот отрывок является частью большого контекста, который начинается в первой главе книги притчи и заканчивается в девятой главе книги притчи. О чем говорится в этом отрывке? В этом отрывке изображается в такой аллегорической форме борьба двух женщин. Женщины по имени «Глупость» и женщины по имени «Мудрость». И, соответственно, для того, чтобы человек... Ну, знаете, как раньше писались такие аллегорические книжки, где всякие человеческие достоинства, добродетели и пороки, наоборот, изображались в виде личностей. Там поручик постоянства, там капитан мужества, я не знаю, там мадам неприступность. Вот здесь то же самое. Для того, чтобы показать людям явно и видимо, как работает, как действует божья мудрость в нашей жизни. Книга притчи – это книга поэтическая, поэтому Соломон прибегает к такой форме образной. Он использует аллегорию, он изображает неодушевленное понятие, как некую личность, как женщину-мудрость, которая что-то делает. Если мы с вами начинаем толковать стих без понимания того, что это поэтика, без понимания того, что это аллегория, то мы с вами приходим к совершенно абсурдным моментам. Потому что, например, книга притчи, 8 глава, 12 стих, там сказано «Я премудрость обитаю с разумом и ищу чистого знания». Кто такой разум, с которым обитает премудрость? В книге притчи, 9 глава, 1 стих, мы читаем, что премудрость обитает в доме с семью тесными столбами. Где находится дом с семью тесными столбами, в которой премудрость живет? Это образ, это аллегория, это чисто выдуманное пространство, в которое Соломон помещает вот эту вот вымышленную личность, для того, чтобы показать какие-то особенности божьей мудрости. Мы читаем в книге под названием «Обзор Ветхого Завета». Эта книга есть на русском языке. Авторы Сенфорд, Лассор, Хаббард и Буш. Такой интересный комментарий. Эта персонификация достигает своего апогея в 8 главе, 22-36 стихах, где премудрость утверждает, что она сотворена раньше всего остального, намекая даже на то, что она помогала Богу в творении. Данное утверждение имеет больше практическое, чем богословское значение. Премудрость дает заверение о себе с тем, чтобы вызвать сердечную преданность. Следовательно, здесь весьма рискованно пытаться видеть гипостатизацию независимого бытия премудрости, то есть ее описание как отдельной личности. Евреи мысли конкретными, а не теоретическими категориями. Это конкретное смышление часто приводило их поэтов к рассмотрению неодушевленных объектов и идей, как если бы они были личности. Такое понимание премудрости объясняет очень много нюансов. Это первый глав книги притчей, которым учение святили губы не дает никакого внятного объяснения. Вот эти любопытные моменты. Во-первых, слово «премудрость» она женского рода. Слово «хокма» еврейского женского рода. Менять род существительно. Во-вторых, обратите внимание, что в тексте сказано, что премудрость родилась, когда еще не существовали бездны. Она родилась, а не была сотворена. Но и понимать это слово в том смысле, что у премудрости было какое-то начало, на самом деле бессмысленно. Потому что как может быть, чтобы у Бога когда-то мудрости не было? Был ли какой-то момент, когда Бог был немудрым? И поэтому под словом «родилась» мы должны понимать именно метафорическое значение. То есть, когда Соломон говорит «я родилась прежде, нежели появились горы», речь идет о том, что она была от вечности, когда времени еще не было, когда творение не произошло. Вот оттуда она пришла. И, соответственно, из сказанного следует, что премудрость нельзя воспринимать буквально, как и Писание Иисуса Христа в книге притчи. Здесь возникает один вопрос. Когда мы с вами читаем Писание Отцов Церкви, мы часто видим, что они как раз часто отождествляли премудрость в книге притчи с Иисусом Христом. И святые Леговы знают об этом хорошо и периодически ссылаются на этот факт. Что нам с этим делать? Значит, здесь важно иметь в виду следующее. Писание на самом деле говорит нам о том, что Христос есть премудрость Божия. Он обладает всей мудростью, которой обладает Бог. И поэтому все сказанное о мудрости в книге притчи абсолютно полностью до конца приложимо ко Христу. Каждое качество премудрости, которое там есть, приложимо к Нему в полной мере. Равно как к Отцу и Сыну. Но при этом есть оборотная сторона. Христос есть премудрость, но премудрость не есть Христос. Точно так же, как Бог есть свет, но свет не есть Бог. Бог есть любовь, но любовь не есть Бог. Христос является Божьей премудростью, то есть воплощением мудрости Бога. Но при этом он не является сам лично полноценной той премудростью, о которой говорится в книге притчи. Понимаете, да, что я имею в виду? То есть эта фигура, премудрость в Ветхом Завете, она на самом деле является полноценным образом Христа, потому что она на самом деле является Божьей премудростью. Он содержит в себя всю полноту Божьих качеств, Божьей сущности. Но при этом говорить обратно, что премудрость является полноценным воплощением Христа, его личностным существованием на земле, мы не можем и не должны. В этом отношении очень интересно посмотреть на первое послание к Оринфянам, первую главу 30 стих, где апостол Павел говорит, что Христос сделался для нас премудростью от Бога. Слово «сделался» очень важно. Если Христос сделался премудростью, значит, раньше он ей не был. Сделался, значит, не был. Но наиболее интересный стих в этом отношении – это Евангелие от Луки 11, 49. Луки 11, 49, где сам Господь Иисус Христос говорит о Божьей премудрости в третьем лице. То есть, он говорит, что премудрость Божья сказала или премудрость Божья говорит. То есть, он не себя называет Божьей премудростью. И подводя итог, можно сказать только одно, что в притчах 8 главе 22-31 стихах мы с вами видим на самом деле отражение Божьей премудрости, которое в полной мере приложимо и к Иисусу Христу. Но при этом нельзя считать этот отрывок полным буквальным описанием Христа как личности. И нельзя воспринимать каждое метафорическое, аллегорическое утверждение в этом отрывке как описание каких-то качеств его бытия и существования. Продолжение следует... Продолжение следует...